Вячеслав, я вам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, что есть истина для вас? Истина? По-моему, этот вопрос все пытаются найти во время своей жизни. Ну, поэтому я спрашиваю вас, потому что у вас своя жизнь. Ну да. Истина. Ну, истина, наверное, подразумевается справедливость. Справедливость? Почему вы так решили? Ну, потому что истина – это синоним слова справедливости, наверное, так. Ага. А вам часто приходится обманывать в жизни? В нынешние времена? Ну да. Хороший вопрос. Наверное, нет, не часто. Вот вы проживали в Казахстане и уехали в Германию, например, да? Где истиннее? Истиннее? Да. Между людьми? Так сказать сложно вообще, если честно. Как вы? Видимо, есть своя истина здесь, своя истина там. Она чем-то отличается? Да. Тем, что здесь своя, там своя. В смысле, это как цвета? Да, это как цвета. Ага. Понятно. Скажите, а кто сильнее? Человек, который всегда гласит истину или тот, кто хорошо умеет обманывать? Ага. Чуть-чуть повыше. Повыше? Ну, думаю, что сильнее... Опять же, понятие силы, оно по-разному воспринимается. Силы человека, я не знаю. Силы человека. Ну, скажем так, в нашем мире материальном, те, кто сильные, они, к сожалению, часто и обманывают. Вот так это получается. Значит, нету зависимости от... Нет, есть зависимость. То-то и дело, что, к сожалению, те, кто обладают силой, именно финансовой, материальной, там, политической, к сожалению, часто обманывают. Наверное, так я могу сказать. Скажите, а кого легче обмануться? Мужской пол или женский? Вам? Мне? Да. Кому, кого легче обмануться? Я не думал и не пытался сравнивать. То есть, не могу сказать, что никогда не обманывал, но если я приходилось это делать, то я не думал, кому выбрать жертву. Ну, как бы, может быть, из-за вашего опыта, там, определенного... Столько лет? Не могу сказать. Ну, наверное, принято считать, что женщины более глупее, наверное, поэтому их легче обмануть. Наверное, так. Понятно. Ну, хорошо. Спасибо. Пожалуйста.